В целом, если не считать того, что нас пытались запугать обстрелами несколько дней, ситуация контролируемая и, можно сказать, даже спокойная, потому что все контролируется территориальной обороной, блокпостами, армией. И если посмотреть со стороны обывателя, то это настоящая крепость и эти редуты пройти будет очень тяжело. Если в плане жизни последние дни можно наблюдать ситуацию, что раньше у магазинов было по три машины, сейчас уже по 30 и есть чувство, что люди понемногу начинают возвращаться в Киев. Возможно, это те, которые находились в пригороде, который не оккупирован сейчас, это южные части. Возможно, многие люди приезжают, у которых просто банально кончились деньги, чтобы арендовать жилье по завышенным ценам на Западную Украину. В целом, город понемногу начинает оживать. В частности, кофейня у меня во дворе вот открылась, минимально, но есть признаки какие-то. А что со связью, что с информацией вообще, нормально все? На самом деле, информация... Люди ее черпают, понятное дело, в основном, из телеграм-каналов, как это сейчас происходит. Сравнивают ее с официальными источниками. Какая-то часть людей смотрит за вами. До этого был дождь, можно было как бы проводить, складывать свою оценку, скажем так, смотря дождь, смотря наши телеканалы, которые сейчас ведут объединенный эфир. Очень много происходит фейков в плане... Я не знаю зачем, но в интернете разгоняется информация, что кому-то нужна помощь. Вот приехали дети-беженцы и срочно сделайте перепост. Понятное дело, что это могло быть с целью заработка каких-то денег, чтобы сбрасывали на них. Но просто информация фейковая размещается. Такое чувство, что кто-то как будто собирает там лайки. Но уже после 24 дней войны уже интернет войска, диванные войска научились это все развещать. Как сейчас выглядит, не знаю, насколько изменился обычный день в Киеве? Я понимаю, что, естественно, есть комендантский час, но работают ли магазины? Работают ли, не знаю, обычные больницы для просто какого-то обычного приема? Как ситуация с метро? Работает ли метро? Как ситуация? Ну, со связью, понятно, вы уже сказали. Как вообще сейчас выглядит жизнь в Киеве по сравнению с тем, как она выглядела 23 февраля? В частности, киевляне стараются поменьше перемещаться слева на правый берег, потому что самые большие тянучки, пробки, это пересечение мостов. Метро, у нас есть несколько веток метро, если знаете, не работают пересадочные станции, то есть невозможно перейти с ветки на ветку. Можно проехать по одной ветке в одном направлении, но примерно раз в ходит поезд. Уже заработало такси, первую неделю примерно была с этим проблема, и в частности, я как волонтер занимался вывозом пожилых людей, женщин с детьми на вокзал, потому что проблема была из разных частей Киева, добрался туда, очень много людей на дороге пытались поймать машину. С этим проблема сейчас решена, и в целом цена на такси уже вернулась к довоенной, скажем так. И очень большая благодарность нашим властям и коммунальщикам, которые выполняют свою работу абсолютно на том же уровне, которая была до войны. То есть у нас есть свет, у нас есть тепло, вывозится мусор, то есть нет никакой гуманитарной катастрофы. Единственное, что лично я советую людям, это возможно поменьше пользоваться лифтом, потому что действительно, если ты в нем застрянешь сейчас, то там можно просидеть очень долго. А скажи, а продукты все нормально или есть дефицит какой-то? Продукты абсолютно тоже все нормально. К примеру, если вы поедете в супермаркет, который находится в какой-нибудь промышленной зоне, не возле жилых домов, то там можно найти много даже мяса, много молока. В основном у нас все супермаркеты ориентированы на то, что они сами пекут хлеб на месте. То есть проблемы тоже с хлебом нету. Ну и самое главное, у нас нет проблем с сахаром, у нас боевые бабушки за него не устраивают баталии и взятия бастили в супермаркетах. Какое это происходит? Поразительно, да, что буквально практически окруженный Киев испытывает меньше проблем с продовольствием, чем Россия, которая, собственно, напала на Украину. Слушай, а ты говоришь, что поезд метро ходит раз в час. А как это сочетается с тем, что метро стало основным бомбоубежищем? То есть люди продолжают там находиться и проходят поезд просто или как это выглядит? Они люди, люди немного, ну ночью как бы они располагаются по всему перрону. Очень многие сейчас стало популярным ставить палатку прямо на перроне. То есть, грубо говоря, никто на тебя не кашляет, ты не слышишь этих запахов и спокойно спишь. Не знаю, как сейчас. Я был последний раз в бомбоубежище, наверное, около двух недель назад. В ночное время на станцию еще подгоняли дополнительно составы. И полностью на станции, во-первых, это обезопасило людей от того, чтобы они упали на рельсы, а во-вторых, это были дополнительные сидячие места для тех, у кого нету там каремата, спальника, палатки и так далее. То есть люди сидели еще в вагонах. В дневное время работники станции, соответственно, с перрона людей убирают, они перемещаются ближе к центру и можно спокойно за эти вагоны. Как вы думаете, ну вообще Киев сейчас выглядит более, сильно более опустевшим, чем до войны? Много ли людей уехало из Киева на запад или вообще там за границу куда-нибудь в Польшу? Я проводил голосование у себя в инстаграм и там разделилось примерно 50 на 50. То есть по моим друзьям то же самое. Примерно 50 на 50 половина людей уехали на запад на Украину, у кого есть возможность уехали за рубеж девушки с детьми. И как мы шутим с друзьями, что в дневное время, в час пик, сейчас Киев похож, как будто это майские праздники и все разъехались куда-то отдыхать или по своим городам, если они из Киева. Вот очень мало машин. Если посмотреть там центральную часть улицы, развернуться в сторону, где не видно блокпостов и баррикад, то тишина, солнышко светит. Мало людей. Такое чувство, что утро майских праздников, когда все еще спят дома или разъехались. Я очень рад, конечно, что вы сохраняете такой позитивный настрой. Надеюсь, что остальные жители Киева тоже в таком же расположении духом. Спасибо большое, Алексей. Да, пожалуйста, пожалуйста. Рад был слышать вас увидеть. Держитесь взаимно. Спасибо большое. Уверен, все будет хорошо и наконец-то будет мир и все будем ездить в Киев.